Привет народ, с вами Варчик. В этом видео с вами поговорим про победы. В прошлом видео я начал эту тему, рассказал вам основные моменты, на которые стоит обратить внимание. Мы выяснили, что наверное самое основное в проценте побед это выживание. Что нужно выживать, жить до конца боя и в этом самом финале, в конце боя, когда уже остается мало танков, нам нужно затащить бой. В этом видео я вам покажу реплей, который мне недавно прислал подписчик. В нем мы и увидим основные моменты, на которые нужно обращать внимание во время боя, а также как себя в целом вести в этом самом бою. Итак, у нас карта промзона. Мы подъезжаем в начале на какие-нибудь стандартные позиции. Конечно я не сильно люблю челиков, которые стоят здесь под стенами, но все же как стандартная начальная позиция пойдет. Мы под нее подъезжаем, смотрим на миникарту, ждем пока кто-то где-то подставится. Собираем инфу, кто где. Когда кто-то подставляется, мы смотрим, можем мы бесплатно нанести урон или нет. Если можем, то наносим урон по тем, кто подставляется. Если нет, то не сливаемся, поскольку нам нужно дожить до конца боя. Итак, мы стоим, наш КВ-2 поехал явно не выживать до конца боя, он поехал сливаться. И пока он умирает, нам нужно его потихоньку разменивать. А умирать он будет по-любому, потому что он, ну, не придерживается вообще никаких понятий выживания и дожить до конца боя явно не приоритет для него. Т-34-85 тут подставился, мы в него стрельнули, снарядик залетел, все отлично. Хоть чуть-чуть что-то нанесли бесплатно для нас, но для КВ-2 это максимальная цена, он сдох. Смысл играть вот как КВ-2 отсутствует полностью. Это пример того, как не нужно играть в эту игру вообще, ни на каком танке. Даже если КВ-2 просто проедет по полю и доедет до вражеской стены, это может быть любая карта, и там может быть не стена, там может быть скала, бугор, не важно что. Что угодно-то может быть. Он доедет до той стороны, допустим он один раз стрельнет, что будет дальше? Он будет 20 секунд на перезарядке, и любые враги, какие захотят, могут выезжать и стрелять в него, если им будет это нужно, удобно, выгодно. То есть такое делать нельзя. Поджаться под врагов можно, если при выезде на вас враги будут подставляться под ваших союзников, которые реально вас прикрывают. Но это явно не тот случай. КВ-2 делал все плохо и неправильно, поскольку это был не поджим, а черт знает что. И он слился абсолютно полностью, бесплатно и в ноль. И мы хоть одну тычку по его размену дали, пока он там умирал. Это хоть что-то. Но в целом этого очень мало. За целый танк отдавать все хп, чтобы нанести один урон по одному танку, это конечно не очень. Постояли мы здесь под стеной, поняли, что здесь что-то как-то скучно. Справа у нас один танк упарывается, в центре у нас пару танков и слева ничего нет. Уезжали мы, конечно, не особо безопасно. Можно было сделать это намного аккуратнее. Получили мы 2 урона, но все же переехали. Счет 3-7. И пора бы уже начинать что-то делать. Мы хотим, я так понимаю, наш герой в реплее, поехать на левый фланг и там что-то поделать. Поскольку с другого фланга врагов много, там в углу засветилось 4 танка. Поэтому все танки светились, кроме 2 арты и 1 АВК, 36, 0, 1, аж. Поэтому пора ехать что-то делать. Единственные союзники у нас есть слева. И нам пора в них ехать. Наш герой замечает, что на центре враги, которые светились, поехали налево. Значит, на центре пусто. Пока на центр не приехали враги с правой стороны. Покуда они там в углу, скорее всего, едут вперед, мы едем с центра, едем помогать союзникам слева. То, что мы потеряли 200 хп, этого можно было избежать. Если бы мы поехали чуть позже, или если бы мы ехали более аккуратно, а не вдоль этих дырок, шире. Надо бы сначала уехать подальше, а потом объезжать вокруг. Мы проехали сильно близко, поэтому получили две лишние плюшки. Здесь у нас враги отвлечены нашими союзниками, поэтому мы спокойно заезжаем и убиваем их с той стороны, где они нас не ждут. Также мы знаем, что тут есть Мчазил. Скорее всего, его прикрывает артиллерия и больше никого. Поскольку все остальные враги светились с другого фланга. И нам уже пора бы ехать. Здесь наш герой очень аккуратно тут что-то чекал, чекал, видит лампочки. Нету, в принципе, можно ехать. И мы поехали. Можно было это сделать и побыстрее. Здесь стреляем с вертушки, не попадаем. Но все же мы едем действовать. Что-то пора делать. Мы ездим и размениваем своих союзников. Пока враги стреляют по нашим союзникам, мы их убиваем. И это, наверное, одно из самых основных, что нужно делать в конце боя. В конце боя нельзя выключаться из игры, пока ваши союзники умирают. Если бы эти все союзники умирали и наш герой, который играет в этом бою, не приехал бы и не поучаствовал бы, они бы сдохли бесплатно и враги бы выжили. А так мы приехали, всех подобивали и счет более-менее потихоньку сравнивается. Да, конечно, мы еще до сих пор проигрываем, но в целом счет уже намного лучше, чем был. Потихоньку враги шотные умирают. Фуловые враги тут что-то горят. Удобно мы их тут подловили. Зачем-то неаккуратно стреляем в забор, но в целом убиваем. Очень долго стоим под тремя артами жопой. И нам повезло, что арта не стрельнула. Можно было и чуть-чуть быстрее убивать. Остается у нас три арты против нас. И одна ВК-3601H, которая не светилась весь бой. Скорее всего, она либо АФК на базе, либо долго едет по правому флангу к нашей базе. Вот мы видим, что наш герой в конце поехал. Заехал с той стороны, где нет союзников. И поубивал врагов, которые стояли к нему боком и жопой. Ничего сложного, казалось бы, не сделал, но он увидел это по миникарте. Он приехал безопасно, в целом плюс-минус. И заехал с нужной стороны, всех поубивал. Это все, что нужно было сделать в конце боя. Просто вовремя приехать и хоть как-нибудь пострелять по врагам. Пока союзники умирают и получают урон от врагов. Враги на перезарядке. Они нам ничего не могут сделать. Они на КД. И в это время нужно действовать. А не стоять и ничего не делать. Остается у нас одна ВК-шка и три артиллерии. Наш герой писал мне, что он там что-то там с чем-то боролся. Видимо поборолся с какими-то глюками в картохе. Что-то постоял. И видимо продолжает бой. Он понимает, что впереди должна быть какая-то артиллерия. И нужно ее поехать убивать. ВК-шка это в принципе тяжелый танчик. Его можно оставить на потом. Но если мы будем под артой убивать тяжа, это будет плохо. И здесь наш герой решает поехать сбивать базу. Но наш герой передумал. Хотя я бы на самом деле уже поехал бы сбивать базу. Потому что на самом деле минута 20 не так уж много. Пока мы подъедем сюда, поднимемся. Стрельнем один раз, второй раз. Потом может быть арта какая-то попадет. Их три. Потом мы развернемся, начнем ехать. Но видим, что наш герой думает, что минута с хвостиком это очень много. Убивает. Разворачивается. Все это делал особо не спеша. Артиллерия убивает Т-150. И вот наш герой остается один. И на самом деле осталось 45 секунд. Это довольно таки мало, чтобы с другого конца доехать. Найти где там стоит ВК-шка. А может быть там стоит арта за кустом. И уже 30 секунд остается. И я бы так вольготно себя не вел. И уже ехал бы сбивать пораньше. А эта артиллерия, ну она бы отвлеклась на нашего Т-150 и сама. Может быть бы он бы даже ее и убил. А вот сбить базу, если мы не успеем, то бой уже и закончится. Это самое приоритетное, что есть в игре. Сбить базу. Потому что если мы вовремя не поедем защищать базу, то все, конец. У нас остается 3, 2, 1. Выстрел. И мы сбили базу на последней секунде. Нам повезло, что ВК-шка стоит жопой. И нам повезло, что мы вообще попали. Потому что наш прицел при полном сведении больше, чем весь враг. Тут один снарядик не залетает. И ВК-шка 700 хп. Еще залетает. Голдой сейчас шмаляем. Но почему бы и нет. Бой хочется затащить. Поэтому повышаем шансы на рикошет под калиберами. И у врага остается 500 хп. И еще остается 2 артиллерии. ВК-шка видим, что скорее всего поедет направо. Я бы поехал бы слева ее объезжать, крутить, вертеть, услить и убивать. Либо есть вариант поехать еще арту убить. И последний вариант поехать убивать арту тоже очень угодный и правильный. Остается, конечно, 3,5 минуты. Нам нужно спешить, чтобы успеть всех поубивать. И на мини-карте ФВ-шка светилась где-то в этой стороне. Едем за ней. Ищем арту. ВК-шка в принципе далеко не уедет. Слишком далеко. Тем более видно, что она такая. Дряхленькая какая-то. По скилу. И лучше сначала найти артиллерию. Потому что потом ее по всей карте фиг найдешь. Здесь у нас ФВ-шка. Стреляем с вертухи. Даже немного, чуть ли не мимо арты нажали. Но поскольку стрельба ВБРная. Попадаем. Арта опять выезжает в прострел. Ехала она прямо на нас. Мы ее убиваем. Остается у нас М44. И ВК-3601. Все. М44 тут стоит и смотрит вдаль. Даже не заметил, что у него друг сдох. Ну а вообще тут по кайфу стоит в небо смотрит. Убили артиллерию. И у нас 2,5 минуты, чтобы убить ВК-3601. Я опять же не ездил бы так вольготно туда-сюда. А ехал бы скорее к ВК-шке. Поскольку 2 минуты на самом деле не так уж много. А если она куда-то отползла, потом мы ее не найдем. И видно, что у нас герой немножко как-то не рассчитывает время. Ни на сбитие захвата. Ни на то, что ему еще нужно найти эту ВК-шку и убить. Мы можем даже на крайняк получить от нее тычку. И скорее всего еще и выживем. Даже можем встать на захват. Могли, но уже не можем. Потому что времени уже не хватает. Минута 40 это мало. Мы не успеваем, поэтому едем за ВК-шкой. Очень много времени потратили в никуда. И мы могли уже подъезжать к тому месту, где она была в последний раз. Для того, чтобы ее крутить, вертеть, убивать. И времени может не хватить. И все это происходит потому, что наш герой никуда не спешит вообще. Но вы заметьте, что на самом деле не особо-то сложно было затащить этот бой глядя со стороны. Но когда ты играешь сам бой главное ни на что не отвлекаться и просто внимательно смотреть на мини-карту не подставляться, не сливаться и наказывать тех, кто подставляется. А в конце боя не зазевать и поехать куда-то где движуха происходит и просто в ней поучаствовать с нужной стороны. Все. Это все, что требуется в этой игре. Да, иногда бывает сложнее. Иногда бывает легче. Но, грубо говоря, в целом плюс-минус все происходит вот так. Остается у нас 15 секунд. И тут картошка говорит попадание. Пробиваем еще раз. Остается 10 секунд. КД у нас довольно-таки быстрое. ВК-шка нас пробивает, но у нее всего лишь альфа 199 вылетает. На последних секундах мы ее убиваем. У нас 8 фрагов 4к урона. Наш игрок молодец. Везде поездил, везде поучаствовал, затащил каточку. Но делал все это неторопливо. Но везде, где нужно, он поучаствовал. Плюс-минус может немножко неаккуратно, но все сделал как надо. А теперь очевидные вещи. Почему у многих людей маленький процент побед? Огромное количество людей в начале боя умирает, как КВ-2. Потом большому количеству игроков почему-то становится скучно играть позиционку в начале боя. и они куда-то вылазят, сливаются. А ближе к концу боя в финале, если они чудом дожили до этого, они не едут участвовать в финальной битве для того, чтобы получить преимущество на том участке карты, где идет замес. Наш герой в начале постоял в позиционке, занял позицию, внимательно следил за картой, наказывал потихоньку тех, кто подставлялся и в конце поехал по безопасной, нужной стороне, подключился к союзникам, добил врагов и в конце поездил всех поубивал. Все сделал как надо. Дотащил бой и получил победу свою. Вот пример того, как нужно стараться играть в игру World of Tanks. Побольше бы таких игроков было бы в рандоме, а не то, что там сейчас катается. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok